Хорошо, пока у нас идут блоки молитвы, вы не присаживайтесь. Мы же молимся. Когда сидишь, ты просто улетаешь в другую сторону. Я поведу блок о финансовых чудесах. И знаете, все эти наши блоки, они имеют силу, потому мы это делаем. И мы не должны стесняться того, что мы с вами сильные. Мы не должны стесняться того, что наш Бог такой большой. Мы не должны стесняться, что у нас есть вера и сила, что мы ходим в славе. Знаете, сатана хочет, чтобы мы наоборот думали о том, что у нас ничего нет. Это великий обман, который сегодня есть по всему лицу земли. И многие даже из святых, из божьих людей обмануты. Поэтому, пожалуйста, я вам хочу одно свидетельство зачитать. Женщина написала, что была вот такая молитва у нас, вот как здесь мы молимся. И я положила все карточки и кошелек перед экраном. И у меня было сложное финансовое положение. Каждый день подсчитывала копейки на жизнь. Зарплату долго не выплачивали. Так вот, она, последний шанс, который у нее был, все выложила перед экраном. На следующий день, после молитвы, ей все деньги выплатили. Знаете, одно действие решило ее проблему. И я знаю, что некоторые люди, когда слушают, говорят, ну везет кому-то. Кому-то Бог тысячи долларами дает, какие-то деньги к ним приходят. Чего у меня такого нет? Знаете, у меня есть ответ для тех людей, кто спрашивает. Смотрите, не на каждую молитву приходит ответ. Сама по себе молитва – это действие. Но не на каждое действие приходит ответ в виде чуда. Не на каждое. Имейте в виду, что вера, она разная. И мы все молимся по-разному. И если вы хотите увидеть реальное чудо, это должна быть вера, как была у хананьянки. Это должна быть неотступная вера. Многие люди начинают молиться и прекращают о финансах. Начинают о чудесах. Это все один-два раза и прекращают. Вы понимаете, о чем я говорю? Ну даже три раза, да неважно. Нужно верить, как верила хананьянка. Она выбила свое чудо. И мы можем, знаете, буквально выбить свое чудо. Мы можем его востребовать и взять. Услышьте меня. Я еще раз это повторю. Она не должна была ничего получить в тот день. Не было планов тогда на освобождение ее дочери. Но она схватила это чудо. Она захватила Иисуса и не выпустила его пока. Иисус не дал ей то, что она хотела. В финансах точно так. В финансах еще проще. Потому что это недушевленный предмет. И я хочу, чтобы мы сейчас с вами молились. Молились неотступно. И молились правильно. Призывали, чтобы конкретные вещи происходили. Не молитесь просто в общем. Боже, дай финансы. Спасибо. Аминь. Нет, молитесь конкретно. Что вы ожидаете. Что вы принимаете. И делайте это неотступно. И делайте это не только здесь. Делайте это дома. Делайте это каждый вечер. Поставьте напоминание на мобильном телефоне. На холодильнике запишите. Делайте, делайте, делайте. И я верю, что, знаете, мы еще только близко к той границе, когда мы видели финансовые чудеса. У нас часто что-то происходит. Но мы только близко. Мы еще не видели. Нам еще предстоит увидеть. Давайте, во имя Иисуса Христа, вместе соединимся в молитве. Сейчас я буду вести вас. И включите сейчас всю вашу веру. И подумайте о хананьянке. Возможно, вам нужно сейчас молиться, как эта хананьянка. Подумайте перед молитвой, что бы вы хотели востребовать. Что бы вы хотели взять сегодня верой. И кто-то, слушая эту молитву, выхватит свое чудо. Кто-то берет кошельки и ложит перед экраном. Кто-то берет карточки, ложит и получает свои чудеса. Если вы нас смотрите, вы можете прослушать то, что я говорю. А можете воспользоваться тем советом или тем свидетельством, которое я только что зачитывал. Те, кто здесь находятся, вы можете также делать то, что подсказывает вам сердце. Но будьте неотступны и будьте, как эта хананьянка. И заберите свое чудо сегодня. Скажите кому-то, я верю. И я увижу. Давайте молиться. Во имя Иисуса Христа. Господь, я благодарю Тебя за настойчивость, которая у меня есть. За веру, которая у меня есть. И я призываю Тебя, Бога чудес, в мою нужду. Во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю Твои обещания. И я повелеваю, говорите со мной, я повелеваю сатане убираться прочь во имя Иисуса. Я запрещаю всем пожирающим, всем ворующим во имя Иисуса Христа. Я принимаю свое чудо. Называйте конкретно, что вы принимаете. Я увижу чудо. Мой бизнес расширяется. Мое жилье приходит чудесным образом. Бог посылает мне помощь. Бог посылает мне ангелов помощь. Бог направляет ко мне финансы. Бог выводит меня из места ограничения. Бог приводит меня в место процветания. Во имя Иисуса Христа. Обеспечение от Господа приходит отовсюду. Во имя Иисуса Христа. И пусть будут остановлены всякие действия врага против Твоих финансов. Я говорю кому-то слово. Действие врага останавливается во имя Иисуса. Действие сатаны разрушается во имя Иисуса. И вспоминайте Даниила. Он верно молился и опостился, но был удерживающий. Был демон, который препятствовал тому, чтобы пришел ответ. Вы думаете, с вами по-другому происходит? Многие из вас правильно все делают и жертвуют. Все делают правильно. Но еще есть враг. Еще есть вор. Давайте еще вместе поднимем молитву и скажем. Во имя Иисуса. Всякий демон, который удерживает, похищает. Я говорю, пусть будет разрушена эта сила. Пусть удалится во имя Иисуса. Прочь. Прочь от моих пределов. Прочь с моих владений. Прочь с моей территории. Руки прочь от моей земли. Прочь от моего имущества. Прочь во имя Иисуса от моих финансов. Я благословляю все мои поля, все мои житницы. Благословляю все ресурсы. Все колодцы. Благословляю бизнес. Благословляю все источники. И я говорю, рука Господа на этом. И во имя Иисуса Христа я увижу чудо. Я увижу, как Бог всемогущий. Явит мне свое чудо. Потому что Он обеспечитель мой. Аминь. Мы верим в Бога чудес. Мы верим в Бога чудес. Аминь. Скажите, я верю в Бога чудес. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok